Продолжение следует... Капитан пятый Ника Даткович, Синадья и двадцатый Йосо Симунович. Главный тренер хорватской сборной Динка Елечич. И по большому счету Хорватия... Еще один матч на турнире состоялся. И на левый фланг. Вот, пожалуйста, Ребич сейчас может оказаться в центре внимания, но нет. Играет на опере. И вот Хорватия потихоньку продвигается по правому флангу. Навесная передача. Нет угрозы воротам, особо никаких угроз не наблюдалось. Это третий номер сборной Узбекистана. Рахманов переводит мяч на угловой. И абсолютно правильно делает. За спиной находил пробич точно в угол. Вратарь здесь уже вообще никакой роли не играл. Но все-таки у Штангера не удается Турапову пробросить мяч на ход партнера. Там оказалась зона перекрыта. Отсутствие болельщиков. Действительно, не так уж много. Все-таки передерживать не стоит, каким бы ни были техничными известкие футболисты. Это и желтая карточка. Неизбежная. Или все-таки решил арбитр попридержать коней. Рахманов был в шаге от предупреждения. Подавать. Это действительно подача. Не удар. Скидка. И мяч летает. Дальний угол ворот. У меня такое ощущение создало, что в последний момент вся хорватская защита как будто встала. Как будто приросла к газону. Сейчас посмотрим. Четвертый гол на турнире забивает сборную Азбекистана. И делает это центральный защитник Рахманов. Итак. Я вот не совсем пойму. Там было ли касание. Вот сейчас мы рассмотрим, я надеюсь, эту ситуацию. Такую неявную. Вот первый удар головой. Да. По-моему, задел мяч третий ноль. Все-таки мяч. Подправить в ворота Рахманов. Узбекская команда. В случае победы над Хорватией сегодня. Узбек в своей половине поля и будет стараться удерживать преимущество. Шансы на это минимальные. Если все-таки будет продолжать играть в тот футбол, который команда Афмаджана Мусаева демонстрирует. Заплел ноги своему сопернику по эпизоду и в штрафной. За 15 минут до перерыва разыгрывает узбекская команда. Рахманов. Его партнеры хотя бы в том, что он сумел выдать пас вперед. Момент. Рахману длинный пас направлен. Ребич на правый фланг перебрался. Ужды не на... И вот здесь Фомин здорово открывается. А Козак выпускает возможность это подключение задействовать в атаку. Илья. Яза снова навешивает. На этот раз явно нет лига. А в качестве дополнительного времени команды на поле провели всего лишь одну минуту. Добавлен. Сборная Узбекистана. А вот по удару в сторону о рот абсолютное равенство. И оно минимальное. 1-1. Ни одного углового зави... Отстоять и не пропустить. Узбекская команда с мячом. Передача вперед. И налево напрашивается пас. Но Турапов в одиночку пошел взламывать собранные ряды соперника. Сабир Хаджаев. Козак. И вот туда, в штрафную площадь. Очевидно, шел на фол в этой ситуации. И... Судья имел все основания наказать его желтой карточкой за эту акцию. Сайда. Но партнеры его не разглядели. Хорватия контратакует. Это опасно. А вот здесь вот желтая карточка почему-то появляется в руках арбитра. В аналогичном эпизоде чуть ранее судья сэкономил на предупреждение в отношении хорватского игрока. Рахманов. Был ли он среди... Нет, вы знаете... Его участие в следующем матче ничего не угрожает. Олексич, подача. И он же, кстати говоря, этот штрафной заработал. Мы тоже помним те события на правом фланге атаки сборной. Стал жертвой бестактного поступка Марка Левая. Тоже такое нарушение пограничное с желтой карточкой. Мяч в поле. Пьеса играет назад. И дальше ничего не получается. Потому что Левая помешал защиту сборной. На турнире пропускает. Я думаю, тут помимо фола еще и задерзость. Арбитр отметил с желтой карточкой. Венокович выносит мяч. Четыре у Хорватии и три у Узбекистана. Здесь тоже почти равенство. Но после удара с Аберхаджаевым мяч разминулся. С Перекладиной назначительно дал себя продавить. Но партнеры все-таки не бросили его в беде. Припомню за исключением замен. Наверное, минуты три точно добавит. Подача.